Самарис Павел Сафронов в субботний выходной день решил провести на природе. Но вместо прогулок по городу и традиционных весенних шашлыков, он принял участие в уборке пляжа на набережной. Инициативу поддержали друзья. По словам молодого человека, отдых без любимого чистого города – не отдых. Сделать полезное для города, очистить его от мусора, от грязи. Весна идет, весне дорогу, красота чтобы была, почему бы и нет. Это лучше, чем лежать дома. В этот субботний день к Павлу присоединились более ста самарцев. Таким необычным образом было решено отметить день рождения агентства нестандартных экскурсий. Хотели, наверное, что-то такое стандартное, обычное. Но потом подумали, что зачем нам какие-то устроить празднества, если можно просто собрать людей и сделать что-то полезное городу. Все-таки мы, так скажем, такое агентство мы радеем за то, что наш город был интересный, красивый и, конечно же, чистый. Поэтому решили устроить такой вот день рождения чистоты. В Самарскую набережную убирали эко-активисты, волонтеры, сотрудники Центра управления регионом, а также экскурсоводы. Собирали мусор, бутылки и опавшую листву, чтобы даже дикий пляж выглядел чисто. Около полутора часов мы убираем побережье Волги раздельно. То есть отдельно стекло, отдельно пластика, отдельно металл и прочие бумаги. Эко-активистка Татьяна Борисова в подобном субботнике участвует уже не в первый раз. Ранее, год назад, со своими коллегами в рамках акции «Мусора нет» девушка уже убирала участок рядом с шестым причалом на улице Максима Горького. В этом году от предложения помочь убрать берег реки девушка также не отказалась и даже привела с собой друзей. То, что собрали раздельно, пойдет все на переработку. Это заберет наш партнер, общий мусор соберут завтра уже. По окончании субботника волонтеров и всех желающих ждали сладкие угощения и горячий чай. Михаил Ермоленко, Максим Гусев, События.